но сегодня мы продолжаем продолжаем проективную геометрию и продолжаем в частности проективную двойственность что о чем я не успел поговорить в прошлый раз это как ну то то двойственность полярная двойственность до которую мы обсуждали на лекции на семинаре уже довольно много я надеюсь что-то вы представляете себя как она связана с линейной алгеброй и с кониками такая на самом деле очень-очень такая естественная связь сейчас я его пишу а дальше дальше сегодня давайте скажу еще мы поговорим про еще разок поговорим про преобразование которое переводит окружность в окружность любую точку внутри окружности в центр то что мы на семинаре обсуждали еще скажу другой способ как это можно понимать а дальше начнем переходить к гиперболической геометрии степенно значит ну давайте еще разок про проективную пластину значит ну надеюсь что уже какая-то картина в голове у вас есть что если опять если есть что можно сделать такую двойственность до . прямая прямая . две точки лежащие напрямую это значит две прямые пересекающиеся в одной точке такая то что относительно какой-то полярная двойственность полярная двойственность относительно я просто носить на любой любой коники на плоскости я просто повторяю немножко да что было о чем уже довольно много говорили если у вас созрели какие-нибудь вопросы то вы спрашиваете да мы говорили что мы там мы научились строить поляру одной линейкой и говорим что тогда поляру можно определить любой коники они только для окружности и вот мы научились такую двойственность делать что . двойственно свои поляре прямая двойственно своему полюсу и ну вот это как бы определение на самом деле а дальше из этого следует что там две точки лежащие на прямой переходят две прямые пересекающиеся в одной точке по свойству полюса и поляра мы правда эти свойства доказывали для окружности но понятно что если мы так как мы все умеем строить одну линейкой то эти свойства не сохраняться для любой коники тоже ну вот и мы там из этого делали забавные наблюдения что вы там доказали сформулировать есть теорема паскаля мы сформулировали там двойственные ему утверждения вот в общем можно для какой-то конструкции из точек и прямых да значит формулировать двойственные утверждения возьмем теорему папку можно сформулировать двойственные утверждения теореме папку вот какое-нибудь двойственное утверждение это тоже будет какое-то утверждение вот а сейчас давайте посмотрим на эту двойственность вот с точки зрения проективной квадрики значит и ну вот смотрите давайте посмотрим на конус в трехмерном пространстве с координатами x0 x1 x2 значит конус x0 в квадрате плюс x1 в квадрате вот такой это ну давайте мы живем в ну можно что-то мы живем в rp2 да давайте мы можем жить в rp2 вот посмотрим на такой конус это значит x0 x1 x2 вот у него у него вертикальная x2 вверх направлен правильно и он вокруг него он получен вращением вокруг оси x2 то есть проверим на всех случаев да правильно вот получается такой конус такой тут можно дождем с градусов нарисовать ну вот значит такой конус а оси x1 смотрит на нас и и хорошо значит давайте посмотрим на какой-нибудь вот давайте зафиксируем кунти окружность вот здесь ну скажем это x2 равно 1 вот эта точка это x2 равно 1 .1 ну то есть мы как обычно проводим плоскость такую афинную карту x2 равно 1 и посмотрим на какую точку здесь . а вот значит . у нее координаты какие-то что x0 x1 1 лежит в плоскости x2 равно 1 и внутри круга x что я должен написать x0 в квадрате плюс x1 в квадрате равно 1 да хорошо значит вот такую штуку и значит я хочу сейчас делать полярное преобразование относительно этой окружности окружности значит сделаем сделаем полярное преобразование относительно ну вот этой окружности окружности x0 в квадрате плюс x1 в квадрате равно 1 и посмотрим на образ точки а давайте даже для определенности значит мы ну да потом потом мы выберем конкретную точку а давайте даже выберем конкретную точку а для примера но давайте сейчас скажу утверждение утверждение такое утверждение такое но утверждение определения что то можно вопрос да у нас же конус вот такой да вроде все нормально ну давайте все таки да у нас есть . а значит и при этом у нас есть проективная точка который проходит через точку а да это вот такая прямая ну как нибудь надо назвать давайте l сейчас рано значит прямая l прямая l это . rp2 ой что у меня происходит тут rp2 с координатами с координатами уже да это . rp2 и я хочу так определить значит определение двойственности определение я хочу сказать какая прямая будет двойственно этой прямой l определим прямую прямую двойственную двойственную точке l относительно коники x0 в квадрате плюс x1 в квадрате минус x2 в квадрате равно нулю ну с помощью линейной алгемеры смотрите вот мы я что сейчас хочу сказать да что мы знаем вот у нас есть карта афина x2 равно 1 и в ней окружность и в ней . а и мы знаем что такое мы можем сделать полярную двойственность относительно относительно этой окружности и посмотреть куда переходит . это будет ее поляра это будет как поляра но я пока я не хочу рисовать потом потом нарисуем а я сейчас определю другую двойственность которая окажется совпадающей с нашей двойственностью другая двойственность такая что я думаю про эту точку как про проективную точку то есть как про всю прямую в 3 ну и про окружность как про сечение конуса то есть я рассматриваю весь конус то есть я хочу определить проективную прямую да тут проективную проективную прямую двойственную нашей проективной точке l относительно вот такой коники определение такое что это прямая ну что такое проективная прямая это плоскость это будет такая плоскость которая перпендикулярно этой прямой относительно скалярного произведения задаваемого в этой форме значит значит определение что проективная прямая проективная прямая то есть трехмерная плоскость двойственная двойственная l это плоскость номер 3 ортогональная 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 l задаваемого формой ну квадратичной формы квадратичной формой x0 в квадрате плюс x1 в квадрате минус x2 в квадрате то есть смотрите я еще раз так конечно не очень давайте я поменьше сделаю но меньше я все равно не могу вот я говорю что у нас есть прямая трехмерное пространство я хочу определить двойственную ей плоскость относительно конуса тогда у меня в афинной карте будет точка и двойственная ей прямая значит двойственная плоскость это такая плоскость я беру но прямая задается вектором а относительно конуса или относительно окружности относительно конуса но я хочу умына мы живем в rp2 да у меня точка эта прямая а прим а эта плоскость И я говорю, что мне нужно сейчас в трехмерном пространстве определить плоскость двойственную прямой. Я это делаю так. Я говорю, что рассмотрим ортогональное дополнение к этой прямой относительно вот такой формы. x0 в квадрате плюс x1 в квадрате минус x2 в квадрате. Это плоскость ортогональная L. То есть нужно найти ортогональное дополнение к L относительно скалярного произведения. Это вот то, что написано зеленым, это уже просто язык линейной алгебры. К прямой L из R3 относительно скалярного произведения, задаваемого формой, ну вот, собственно, конуса. То есть, смотрите, сейчас можно пока на пять минут забыть вообще про проективную геометрию. У нас есть такое определение, что у нас есть какая-то невырожденная квадратичная форма. мы знаем, что у нас задает конус, да, в... ну, мы сейчас, извините, я сказал, что мы забудем про проективную геометрию, забудем про проективную геометрию. У нас есть невырожденная квадратичная форма. она задает скалярное произведение. Мы можем найти векторы, мы можем найти ортогональное дополнение к вектору в трехмерном пространстве. Это будет плоскость какая-то. Определение такое. Это плоскость, двойственно прямой, задаваемой этим вектором. Дальше оказывается, что если мы вспомним, что мы живем в проективном пространстве, на проективной плоскости, простите, РП2, то форма, это... мы знаем, что все формы проективные, эквивалентные, и это все конусы, что прямая это точка проективной плоскости, а плоскость это проективная прямая. И у нас получается такая двойственность между точками и прямыми относительно любой коники на РП2. И я утверждаю... Да, да, да. В РПН, я хотел спросить, что будет? В РПН, но там такой конструкции нет. То есть, это конструкция именно для плоскости. Ну, у нас и полярная двойственность тоже только для плоскости. Это все для РП2. Это такая частная конструкция для РП2. Но она обобщается. Можно обобщить ее до двойственности в РПН, но мы это не будем делать. Это уже такая скорее алгебра. Ну, алгебра, линейная алгебра, до которой мы не успеваем дойти. А вот на плоскости это такая очень... Все очень геометрическая конструкция. Значит, утверждение состоит в том, что... Ну, что результат этой двойственности совпадает с результатом полярной двойственности. То есть, если у нас мы взяли точку А и нашли ее поляру, живя просто в плоскости Х2 равно 1, вот как в плоскости, то эта поляра, она будет... Это будет что такое? Это будет как точка проективной плоскости. Это будет такая вот трехмерная плоскость. И утверждается, что это трехмерная плоскость. Она ортогональна... Двумерная, извините, плоскость. В трехмерном пространстве ортогональна вот этой прямой L относительно вот этой коники. То есть, утверждение в том, что поляра... Что поляра... Да, да, да. Что? Если мы вместе живем просто в адриативной карте, мы можем легко построить, как мы умеем, поляру до точки А. А потом, если мы ее соединим с нулем, то это будет поляра для прямой L. Да. То есть, это будет плоскость, которая будет поляра для прямой L, вот в смысле вот этого красного определения. То есть, утверждение такое, что поляра точки А относительно окружности в плоскости X2 равно 1 совпадает, совпадает с... Ну, давайте более понятно напишу. Пусть поляра это прямая A, которая лежит вот в этой плоскости X2 равно 1. тогда пусть, значит, есть... Ну, как-то надо сказать, что есть точка проективной плоскости, да? Пусть... У меня буквы кончились. Пусть альфа... Это плоскость... R3... Пересекающая... Может, я менее понятно пишу по прямой A? Ну, то есть, вот у нас есть какая-то прямая A в плоскости X2, извините, равно 1. И есть отвечающая ей точка проективной плоскости. Это вот такая плоскость. Да? Вот эта вот плоскость. Плоскость альфа. Это точка проективной плоскости. Тогда не пусть, тогда если... То прямая L и плоскость альфа двойственны в смысле красного определения сверху. Так, очень много слов, я говорю, ничего не понятно. Или нормально? Прошу прощения. Давайте что-нибудь посчитаем. Я предлагаю что-нибудь посчитать. Может быть, станет лучше. Тут единственная проблема, что все... Много очень слов, поэтому все на одной доске не помещается. Значит, что мы будем считать? Я предлагаю взять какую-нибудь конкретную точку A и посмотреть, куда она перейдет. Значит, пример. Пусть у точки A координаты, значит, у нее третья координата 1. Ну ладно, давайте я просто перерисую, да? Сейчас. Намного даже вот так сделать. Вот, значит, пример. Пусть A равно... Значит, у нее по... Давайте по x0... По x1 будет 0, а по x0 1 вторая, например. Вот 1 вторая, 0, 1. То есть, если в плоскости x2 равно 1 нарисовать, то это будет такая окружность, вот центр, и вот тут точка A. Вот это 1 вторая, 0. Нормально? Тогда... Ну какая поляра у точки A? То есть нам нужно найти такую точку A штрих, которая что? Через равенную следую. Ну да, да. Тогда... Вот это вот в наших обозначениях это прямая A. Тогда поляра точки A то есть прямая A маленькая. Ну как устроено? Что это за прямая? Ну чему равно, не знаю, O A штрих. O A штрих чему равно. Радиус 1 у нас. У окружности радиус 1. это 1. Это 1. Ну сейчас, ну какое должно быть выполнено условие? O A умножить на O A штрих равно чему? Единица. Ну единица, да. Ну получается 2 будет. Да, O A умножить на O штрих единица, следовательно... Ну вот, да, следовательно A штрих координата 2, 0. 2, 0, 1. Вообще равно там R квадрату или еще? Да. Равно R квадрат равно 1. То есть на O штрих бы как-то точка с координатами 2, 0, 1. Ну и можно нарисовать, можно написать уравнение прямой A, но, наверное, это даже не важно. Это может быть... Ну, может, нам и не важно это уравнение. Да, вот посчитали, что это точка A штрих. Наверное, я не могу написать то, что A, A, X. Что-что? Уравнение... Мой A, наверное, легко написать, там меняется только одна координата. Да. Ну, можно написать. давайте напишем. Это что такое? 1, 2, 1. Ну, какая-то координата 2, 1. Какая-то координата 2, 1. Ну да, то есть это пересеченье... Ну, тут вопрос в том, в каком виде ее задавать, да, это прямую в трехмерном пространстве. Можно задать так, да, что это... Вы говорите... T, 2, 2, 1. 2, t, 1. 2, t, 1. Т, g, t. 2, t, 1, да. Она проходит через... По x0 через двойку, по x2 через единицу, и, да, x1 произвольно. Да-да-да, такая прямая. Хорошо. Отлично. Это первая часть. Значит, теперь вторая часть. Мы должны написать, что такое прямая L. Значит, вот у нас есть прямая L, нам нужен вектор. Вот такой вектор. Ну, если это точка O, у нас, то это, видимо, точка Q. Какие координаты у вектора QA? Такие же, как QA. Такие же, как QA, да? 1, 2, 0, 1. Значит, и нам нужно ортогональное дополнение к этому вектору. Значит, хотим ортогональное дополнение QA относительно формы вот такой. Ну что, как это делать? Можно написать в сравнении с через скалярным дополнением. Да. То есть нам на самом деле, что такое ортогональное дополнение? Нам нужно два линейных независимых вектора, которые будут ортогональны этому вектору QA относительно вот такого скалярного произведения. Ну, причем даже можно, давайте, может быть, чтобы дробей не было, скажем, что это то же самое, что такой вектор, да? У нас же нам не важно, какой вектор брать вдоль этой прямой, вдоль этой прямой, извините, L. Давайте, давайте найдем. Ну тут, да, можно, то есть если пусть, значит, AB XYZ, да? XYZ координаты ортогонального вектора, тогда какие уравнения получаются? X плюс 2Z 0? Нет. У нас вот такая форма, не плюс 2Z. Ну, X минус 2Z. У нас должно быть выполнено, что XYZ умножить на 1, 1, минус 1 умножить на 1, 0, 2 равно 0. Правильно? Это, ну вот если это форма B от X0, X1, X2, то я ну в смысле B, извините, что я пишу, B от буквы закончились опять, XY от двух векторов, то вот я написал это B от XYZ. так, вы вспоминаете? Или все уже забылось? А, ну да, мы просто ищем все-таки векторы, что скалярное произведение будет равна 0. Да, но только скалярное произведение вот именно такое, которое задается вот этой формой. Ну как, у нас скалярное произведение это любая билинейная симметричная форма. Относительно нестандартного, а относительно определённого да, да, да. Положительно определённый, да. Ну вот такая форма задаёт скалярное произведение. Нам нужны векторы перпендикулярные нашему 1, 0, 2 относительно такого скалярного произведения. И получается x-2z Ну собственно всё, вот получается x-2z равно 0, правильно? Да. Ну давайте кинем два вектора для ненезависимых. 2, 0, 1. Да, значит ортогональная плоскость ну как мы зададим как два вектора. 2, 0, 1. И ещё какой-нибудь. А, они между собой ещё не могут быть неортогональны. Да, 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 да. два независимых. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Ну 2, 1, 1. Можно 2, 1, 1, но можно просто 0, 1, 0. Не знаю. 0, 1, 0 тоже подойдёт. И они даже будут между собой портогональны. Они даже будут между собой портогональны. Хорошо, теперь возвращаемся к нашему рисунку. Значит, что у нас видимо надо опять его ещё раз перерисовать или может быть может и не надо. Давайте перерисуем ещё разок. Значит, сейчас что мы должны увидеть, хотим увидеть? Мы хотим увидеть, что вот эта плоскость, эта ортогональная плоскость, она у нас как-то даже обозначалась, где-то это было. Вот это альфа, да? Это альфа. Ортогональная плоскость альфа. Значит, мы теперь хотим увидеть, что альфа пересекается с x2 равно 1 в точности по вот этой прямой а маленькая. Правильно? Согласны? Барис Сергеевич, а вот наше утверждение, которое мы сформулировали, оно в обе стороны должно работать или только в одну? Да, 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 в обе. Да, тут наверное, где-нибудь написать. А мы это доказали или просто нет? Мы просто это утверждаем. Сейчас инишируем это утверждение. Сейчас пример к этому утверждению. Так, сейчас, ну вот смотрите, все ли согласны с тем, что мы хотим теперь, чтобы вот эта плоскость вот эта плоскость пересекала вот у нас вот эта плоскость есть, это вот это вот тут треугольничек. Эта плоскость, вот это, вот это треугольничек, это как раз эта плоскость альфа. И мы теперь хотим, чтобы она пересекала х2 равно 1 по поляре точки А в смысле плоскости в обычном смысле, то есть по вот этой прямой А маленькая. Да? Мы хотим, чтобы эта плоскость совпадала, ну, чтобы проективная, ну, как бы вот, ладно, хотим то, что я сказал, не знаю что, или не очень понятно. Понятно. Понятно, ну, хорошо, давайте убедимся, ну, что, то есть, смотрите, что это за плоскость, у нее один направляющий вектор, значит, вот это такая плоскость, у нее один вектор имеет координаты 0,1,0, вот сюда торчит, а другой вектор имеет координаты 2, 0,1, значит, x0, x1, x2, 2,0,1, вот, вот такой вектор, да, вот это 2, это 1, значит, в какой точке, ну, вот такая плоскость, да, представляете себе, а тут у нас есть плоскость z равно, x2 равно 1, ну, вроде бы, действительно, плоскость альфа пересекает как раз по прямой, как раз по этой прямой, которая на расстоянии 2, мне кажется, геометрически это видно, по крайней мере, я геометрически это вижу, можно это, наверное, проверить алгебраически, посмотрев на пересечение вот этой плоскости, ну, вот нашей плоскости альфа и плоскости x2 равно 1, ну, вот есть плоскость x2 равно 1, а есть наша плоскость, которая натянута на эти два вектора, наверное, наверное, какая-то плоскость, как ее задать, одним уравнением, ну, хорошо, поднимите руку, кто, кто геометрически видит, что действительно вот эта плоскость альфа пересекает по прямой по прямой 2, 1. Ну, кто-то видит. Хорошо. А те, кто не видит, ну, давайте, ну, не знаю, как вас убедить. Мы просто пересекаем вот эту плоскость x2 равно 1 в точке а, ой, а штрих, да? Получается, там не будет это поляра. Ну, да, ну, как бы эти плоскости, они, прямая пересечения их плоскостей, она параллельна x1. То есть у нас есть такая плоскость x2 равно 1, вот x1 это ось, который на нас торчит, ось, который торчит на нас, а вот это вот такая плоскость. У них прямая пересечения параллельная x2 равно 1, то есть действительно это вот эта прямая. Ну, и проходит через точку аштрих. Можно, можно написать уравнение этой ортогональной плоскости, которая вот тут обведена, ну, в смысле, вот этой плоскости, и записать это уравнение вот сюда, и увидеть, что действительно это будет та прямая. не знаю, сделать это, чтобы было более убедительно. я думаю, и так норм. Вроде бы и так понятно. Ну вот, то есть, смотрите, чудесным образом получилось, что действительно вот такое определение относительно, мы дали определение двойственности, думая про это, как, думая про точки прямые проективные плоскости, как про прямые плоскости в трехмерном пространстве относительно вот любой такой коники проективной, то есть трехмерного конуса. и как бы, ну, прям доказывать в общем виде это утверждение мы не будем, что если мы возьмем любую конику, любую плоскость, то получится то, что нужно, но это можно сделать, это несложно, да, потому что, ну, вот я просто взял конкретную точку А, а можно взять произвольную точку А с произвольными координатами, у нее там будут поляры, которые тоже можно написать в координатах, и эти координаты действительно совпадут, если мы вот здесь найдем ортогональное дополнение к этой произвольной прямой, это вот так и работает. Ну, собственно, зачем я это все говорил, во-первых, чтобы связать с линейной алгеброй, во-вторых, чтобы дать второй взгляд вот на на такое совсем школьное определение, казалось бы, которое у нас было, на самом деле оно не школьное, а очень даже совпадает с таким линейной алгебрическим определением. Вот. Хорошо. Вопросы? Но если вопросов, если все вопросы уже были, тогда давайте дальше. Следующий сюжет, про который я хотел сказать, это вот гиперболический поворот. гиперболический поворот. Это я хочу вернуться к задаче о том, что существует проективное преобразование, которое окружность переводит в окружность, но окружность сохраняет, а центр переводит в любую другую точку. Такая была задача, которую мы обсудили на семинаре, мне кажется, что существует проективное преобразование, преобразование, которое сохраняет окружность, сохраняет окружность, а центр переводит в любую другую точку внутри окружности. Ну и мы там делали стереографическую проекцию, и там это утверждение было по модулю того, что при стереографической проекции окружности переводит в окружность, и переходит в окружность. В общем, мы ее вроде обсудили, но так. Да. У вас задача где-то в любую точку в центре. Ну да, но это то же самое. Согласно, что если мы окружность в точку, центр в точку, в другую точку, то другую точку в центр. Это можно... Просто сейчас мне удобнее про это так будет думать. Вот. Опять будем это делать с помощью о реализации РП2 как прямых в трехмерном пространстве. Значит, снова реализуем РП2 как прямые в Р3. Ну что такое окружность? Окружность это коническое сечение, сечение конуса. Давайте я выберу такой вот конус, не такой, как у нас только что был, а немножко по-другому расположенных в координатах x0, x1, x2. Вот такой. Рассмотрим. Конус. Вот такой. Что вы говорите? Ну ладно. То есть вот сейчас я вот так нарисую. Значит, это оси я нарисовал. Значит, это x0, это, наверное, у меня x1, это у меня x2. Значит, тут вот 90 градусов, как обычно, тут тоже 90 градусов. То есть я хочу сказать, что у меня как бы вот две оси торчат вот так, и одна ось торчит на меня. И конус я рисую таким образом, что у него... ну вот так вот, что он вращается вокруг прямой, но сейчас напишем какое-нибудь у него и уравнение. Вот такой конус. да, значит, конус. Это вращение, вращение вокруг, ну вокруг какой прямой? Вокруг прямой, вот которая бисектриса угла x1, x2. Ну и она перпендикулярна тоже x0, как бы лежит в плоскости о x1, x2. Перпендикулярна x0, да? Представили себе вот такой конус? Нормально? Нормально. Хорошо. То есть он... Ну, можно убедиться, да, что, например, что такое... Какие у него сечения, например, если... Если, например, x1 равно какой-то константе, если x1 равно константе, x1 равно константе, это вот какая-то константа, x1 равно константе, это вот какая-то такая плоскость. И она пересекает... Видно, что она пересекает этот конус по параболе, потому что она нижнюю часть конуса не будет пересекать. И действительно, если мы подставим вместо x1 какую-то константу A, то будет x0 в квадрате минус A x2 равно 0, это парабола. А если мы будем сечь какой-то плоскостью, x0 равно константе, значит, x1 равно константе, это парабола, а x0 равно константе, значит, будет A квадрат равно x1, x2, гипербола. Ну и тоже видно, что если мы x0, ну, выбираем какую-то константу x0, и сечем такой плоскостью, то будет две ветви гипербола. Представляете себе, все нормально? Так. Про гиперболу не очень понятно. Ну, смотрите, у нас, еще раз, вот у нас есть две такие оси, которые торчат так, и одна ось на нас торчит. Вот если мы, а крути, мы вот так вот вокруг биссектрисы вот этого угла. Если мы сечем такой плоскостью x0 равно 1, то у нас сверху что-то пересечется, и снизу что-то пересечется. Ну вот, ну... А, все, да, повесел. Ну, то есть, вот как бы эта ось, она входит туда и торчит сюда, вот эта вот ось x0. Если мы берем здесь, то это получается такая плоскость какая-то, ну, вот которая как бы вот вот здесь пересечет и внизу пересечет. Ладно, моя картинка, боюсь, что не очень-то помогла, но да. Хорошо. Теперь, значит, что мы хотим? Мы хотим такое преобразование, проективное преобразование, то есть такое линейное преобразование трехмерного пространства, чтобы конус остался на месте, а вот эта прямая, зеленая прямая перешла в какую-то другую синюю прямую. Да, тогда что произойдет? Тогда действительно ну, окружность вот эта останется на месте, вот эта окружность останется на месте. Окружность останется на месте, а ее центр, это вот эта точка, Q, давайте, да, Q перейдет в какую-то точку Q штрих. Значит, хотим хотим проективное преобразование такое, что то есть линейное преобразование трехмерного пространства, то есть линейное преобразование R3 такое, что конус сохраняется, а зеленая прямая переходит в синюю. Нормально, да, согласна? Ну вот, значит, как мы это будем делать? Ну вот вопрос. То есть понятно, что там всякие вращения как-то не очень помогают. Непонятно, что, как быть. но утверждается, что можно сделать следующее, что можно, почему это на самом деле гиперболический поворот называется, что можно взять и стянуть и сделать гомотетию вдоль одной оси и гомотетию вдоль другой оси. Так что конус не поменяется. Ну, давайте... А мы будем делать эти вдоль получается x1 и x0, да? Вот как мы нарисовали тут параболу и гиперболу? Ну вот скорее как вдоль как скорее второе. Вот мы нарисовали гиперболу, и давайте действительно перейдем в эту афинную карту x0 равно константе, да? x0 не равно нулю. и придумаем такое преобразование. Ну, то есть давайте вот действительно поселимся в карте там x0 равно 1 ой, следовательно получим гиперболу гиперболу x1, x2 равно 1 вот какую-то такую какую-то такую замечательную гиперболу. теперь какое как сделать так, чтобы значит это гиперболу сохранилось. Ну вот если говорить, что ну я рекламирую растяжение и сжатие, да, растяжение вдоль одной и сжатие вдоль другой. Давайте сделаем, давайте x1 переведем в x1 делить на а у нас буква уже занята, но на b хорошо, а x2 переведем в bx2. Вот такое преобразование. То есть ну а x0 сохраняется, да? То есть x0, x1, x2 если мы говорим про точку rp2 переходят в x0 x1 делить на b x2 bx2 только я не поместился. Переходит в x0 x1 делить на b bx2. Ну действительно легко видеть, что гипербола сохраняется. Да, мы как бы мы ее так ну вот ну не знаю геометрически мне это довольно сложно представить, но мы вот так по одной оси стянули, по другой раздвинули, но сохранилось. Ну и любая гипербола, да, любая, то есть если x0 равно константе, то оно и будет равно этой константе. любая гипербола сохранилась. Любое сечение такое сохранилось. То есть весь конус сохранился. Непонятно. Почему сохранится конус? Ну как, любое сечение перейдет в себя. Почему? Ну вот, потому что... Ну вот у нас была просто гипербола, и мы сжали что-то по осям, да? Угу. у нас произведение x1, x2 не изменилось. У нас если какие-то три точки удовлетворяли этому уравнению, то они будут удовлетворять новым уравнением после вот такого преобразования. и наоборот. Хорошо. Вот. Хорошо. А теперь куда переходит вот эта наша зеленая прямая? Вот была эта зеленая прямая ось, ну ось конусу. Значит, куда она переходит? Ну давайте посмотрим, какие координаты были у зеленой прямой. Ну какой направляющий вектор зеленой прямой. Значит, то есть конуса. А мы так будем делать по всем таким гиперболам получается? Ну да, но мы вообще мы рассматриваем вот такое преобразование преобразование. Какое преобразование? то есть что однородный координат так меняется. Ну либо линейное преобразование трехмерного пространства заданной матрицей. Это то же самое, что линейное преобразование R3 R3 с матрицей какая тут матрица 1 1 делить на B B в базисе ну вот в координатах x0, x1, x2 x0, x1, x2 x0, x1, x2 значит все-таки какое значит уравнение уравнение оси конуса что это за прямая ну вот что это за зеленая прямая какое у нее уравнение какое координаты у вектора OQ x2 равно x1 ну да x2 равно x1 а x0 0 а x0 равно 0 то есть это вектор 0 1 1 вектор Q имеет координаты 0 1 1 а уравнение прямой соответственно как мы записываем 0 T T T принадлежит R так отлично но куда переходит точка 0 1 1 то есть точка Q да с координатами ну если хотите да значит и следовательно вот этой прямой в проективном на проективной плоскости какие это однородная координата 0 1 1 на rp2 это точка с однородными координатами 0 1 1 она переходит в точку 0 1 делить на b b это синяя это точка q' вот то есть у точки q' координаты 0 1 делить на b b нормально хорошо сейчас получилось то что я хотел получать если мы будем выбирать какие-то разные значения b или да 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 или разные там поворот какой-то то получится любая точка да смотрите все правильно да только тут я немножко вот что я неправду сказал это конечно не точка q' да это точка напрямой о q' это точка напрямой о q' ну то есть это как бы у нас ну потому что у нас все-таки получилась точка 0 единица на bb и она как-то вот в этой плоскости изменилась да но как точка проективной прямой это действительно точка q' которая заметает проективной плоскости заметает любую любую точку на вот этой ну не совсем на окружности а на вот как бы на вот этой матрезке а дальше ну то есть плоскости x нуля на нулю а дальше уже чтобы получить любую точку внутри окружности можно еще сделать просто обычный поворот и действительно тогда q' штрих перейдет уже в любую точку точка напрямую q' ну то есть она как бы равна q' как точка rp2 конечно то есть в однородных координатах конечно это тоже точка q' ну вот вот такая конструкция что можно сделать проективное преобразование вот такое вот такое ну плюс еще поворот и перевести любую точку ну то точку центр окружности в любую другую точку внутри окружности так что-нибудь стало лучше хуже все понятно так отлично а тем кто в 306 или вы уже выпали то что вы тут я вижу да ну хорошо значит это вот это второе что я хотел сказать сегодня и третье что я хотел сегодня сказать ну как раз да это то что мы ну так немножко начинаем новую тему мы значит с основаниями проективной геометрии по крайней мере на лекции заканчиваем и переходим к гиперболической геометрии значит ну там про проективную геометрию можно много говорить в смысле линейной алгебры еще но у нас не так много времени и курс у нас вообще называется геометрия поэтому давайте все-таки поговорим про геометрию потому что ну геометрия Лобачевского это такая довольно краеугольная вещь на которой там в частности и всякие теоретическая физика вся современная это конечно гиперболическая геометрия и так далее поэтому вроде как ну и по-моему просто очень интересно значит и чтобы начать ну давайте начнем с аксиоматики Евклида да вспомним что там было и что вообще говорит Лобачевский значит аксиоматика у нас такой большой тут жирная жирная смена темы кстати это чем-то похоже наверное проективную геометрию да ну смотрите мы сейчас как бы ну безусловно мы проективную геометрию будем активно использовать сейчас в том что я буду в том что мы будем обсуждать это безусловно либо аксиома заменена одна аксиома да но вот вы вы интересно говорите да но неправильно то есть как бы как это знаете была такая реклама параллельные прямые не пересекаются доказано зануси так вот параллельные прямые они не пересекаются зануси это была такая реклама стиральных машин я не знаю почему но в общем не важно да так вот параллельные прямые и это хорошая реклама потому что параллельные прямые действительно не пересекаются как бы это определение две прямые называются параллельными если они пересекаются ой господи если они не пересекаются. Помню, у Лобачевского через одну точку можно провести несколько параллельных прямых данных. Да, да, да. А пятый постулат, ну, собственно, постулат Лобачевского, который заменяет пятый постулат Евклида, он про то, что через точку можно много параллельных прямых провести. То есть, что можно больше одной, но, соответственно, и бесконечно много. И геометрия Лобачевского, она как раз про это. Ну, давайте, то есть, действительно, вот есть аксиоматика Евклида, она что говорит? Что есть пять аксиом. Да, ну вот, это, есть такая книжка «Начало», да, кстати, «Начало». Сейчас есть замечательная, иллюстрированная, ну, в смысле, что замечательно цифрованная у Евклида эти «Начало» они были цветные, и он там все доказывал разными цветами, и сейчас есть оцифрованная. Это версия «Начало Евклида». Сейчас, может, даже я могу открыть. Это почти оригинальное то, что он писал. Да, 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 сейчас. Ну, ладно, я, наверное, прямо сейчас не найду, я в следующий раз. Сейчас, я плохо подготовился. Можете потом ссылочку нам скинуть. Да, 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 сейчас почему-то у меня тут это… Я скину обязательно ссылку, да, да, да. Там прямо очень красивые издания. ну ладно я не важно значит пришлю потом ссылку вот в которой он из этих аксиом но доказывал начиная с самого начала много всего доказал там интересные детали это отдельная отдельно интересная можно целый курс про это рассказывать особенно вы же будете учить детей в общем ну вот аксиомы аксиомы такие что от всякой точки до всякой точки можно провести прямую от всякой точки до всякой точки можно провести прямую это ну да это это аксиом она соответствует вот тому что написано в школьном учебнике да что между любыми двумя точками проходит прямая ровно 1 до да но тут тут видите тут он на самом деле у него немножко другое утверждение написано потому что это на самом деле про отрезок а дальше есть отдельная аксиома что это он называет ограниченную прямую ограниченная прямая и что ограниченную прямую можно непрерывно продолжать ну дальше есть аксиома значит что про окружность что из всякого центра с всяким раствором можно отложить круг от всякого центра с всяким раствором отложить круг давайте так напишем и четвертая аксиома что все прямые углы равны между собой тут все прямые углы равны между собой у него тогда не было понятия про градусную меру угла и вот это все ну вот как бы там немножко по-другому работал с углами но вот такая четвертая аксиома ну и собственно пятая аксиома которая немножко отдельно да она у евклида звучит так что если ну вот он определяет что такое между двумя прямыми что если две прямые есть текущие то вот он определяет эти два угла называет их внутренние ну вот внутренние односторонние углы да и говорит что если если внутренние односторонние углы сумме меньше 90 в 180 градусов сумме меньше 180 градусов то прямые пересекутся это действительно эквивалентно что сделают извините это действительно эквивалентно тому что через точку вне прямой проходит ровно одна проходит ровно одна прямая параллельная данной то есть еще раз то что мы обсудили в начале до того как я начал писать эти аксиомы что параллельные прямые это по определению которые не пересекаются ну и дальше вопрос в полноте системы этих аксиом то есть действительно ли все можно за этих аксиом вывести или какие-то можно выкинуть не выкинуть и это была большая история и люди там думали долго про пятую аксиома насколько она важна не важно ну и дальше пришел лобачевский на самом деле там пришло несколько человек в конце 19 века просто лобачевский он активнее других рекламировал эту идею что бывает много прямых через точку можно провести много прямых параллельных данной и получится непротиворечивая система аксиом и и там ну не знаю эту историю когда слышали что он там сначала долго его идеи не принимали потом приняли там смешно что он даже отчаялся писать по-русски он написал там на немецком книжку потом там я прочитал разные люди читали в частности прочитал гаус который там написал кому-то что он что-то ценная тема и потом после смерти это мнение гаусса стало широко известным и в общем более-менее в этот момент там действительно все все остальные тоже прониклись но в общем лобачевский говорит что да что пятую пятый постулат ой можно значит из русских математик 19 века самый популярный ну хороший вопрос наверное тут сложно сказать но наверное он действительно это самый известный значит аксиома у лобачевского что через точку на прямой через точку вне прямой проходит более одной прямой параллельной данной ну то есть раз проходит две то проходит и бесконечно много ну вот и он доказал не против не противоречивость этой системы аксиом и там соответственно можно строить геометрии доказывать какие-то утверждения про основы если вот на этих аксиомах они получаются там интересные ну в частности не знаю вот если сейчас еще минуту я поговорю что там не знаю если вот если в дефклидовой геометрии у нас вот есть какое-то расстояние между параллельными прямыми оно все время одинаковое это расстояние а в геометрии лобачевского там есть то что это угол параллельности да вот есть этот угол между двумя прямыми и он зависит от того там какое между ними расстояние угол параллельности ну и в общем много всего интересного ну и в частности есть модели этой геометрии лобачевского вот то есть какие-то геометрические ну вот какие-то модели в котором реализуются какие-то построения в которых реализуются все эти пять аксиомы можно что-то доказывать в частности вот в следующий раз мы обсудим несколько моделей которые опираются на проективную геометрию и посмотрим как там считаются расстояния углы и вообще что такое там прямые и так далее вот ну а на сегодня тогда все